Это SSD-диск на 1 терабайт. И он доступнее на 30% по сравнению с конкурентами на 1 терабайт. FUA. Больше 300 тысяч товаров на сайте. Это первый в мире SSD-диск, построенный на чипах QLC Vinand. А что это значит? Плотность данных увеличена на 30%. Соответственно, для того, чтобы достигнуть объема 1 терабайт, нужно произвести чипов меньше, что уменьшает себестоимость таких дисков. Есть обратная сторона медали – это уменьшенный TBV. Я этот параметр много уже использовал, но, возможно, до сих пор не все его понимают. TBV – это количество данных, которое можно записать на SSD-шник. И именно это количество данных гарантирует производитель. Например, у этой терабайтной модели TBV – это 360. 360 терабайт можно сюда записать, и это гарантирует сам производитель. SSD-шник будет работать и дальше. Но пока вы не запишите 360 терабайт, у вас будет действовать гарантия. Ну, либо 3 года. Грубо говоря, для того, чтобы этот диск потерял гарантию, нужно записать его полностью 360 раз. Записать данные и удалить начисто. Записать – удалить. В моем варианте я даже не представляю, как можно уничтожить этот диск. Потому что, ну, закачиваете вы туда Windows, устанавливаете игры, программы, там, какие-то свои любимые файлы. И у вас забито, в лучшем случае, 300 гигабайт. Остается 700 свободно. Ну, чем забивать, кроме, как, не знаю, фильмами какими-то, либо рабочими приложениями, файлами для работы, для монтажа, какие-то ресурсоемкие приложения, прочее. Но все равно терабайт записать нужно будет 360 раз заново. Но, для сравнения, я взял другой SSD-шник компании Samsung. Последний, который у меня был, это 860 EVA. Такого же форм-фактора. Потому что на таких же чипах делается только 2,5-дюймовые диски. Так вот, 860 EVA, у него параметр TBV не 360, а 600, что почти в 2 раза больше. Ну и цена, конечно, на тот SSD-шник на 30% больше. Но реальную цену этого диска я еще пока не знаю. Сегодня у нас 23 ноября. Этот диск обещают анонсировать только 26-го. И, соответственно, только тогда хоть как-то узнать о ценах этого диска. Так бы я, конечно, посчитал стоимость каждого TBV, в долларах, наверное, какое-то провел соотношение. И тогда было бы понятно, что из этих двух дисков выгоднее покупать. 860 EVA или 860 QVO. Samsung обещает у всех трех SSD-шников одну и ту же скорость работы. Будет три модели. На 1 ТБ, как у меня, на 2 ТБ и на 4 ТБ. Прикиньте, какое объемище. Скорость работы 550 МБ в секунду на чтении и 520 на записи. Звучит очень круто, как по мне, особенно для 1 ТБ на недорогой модели. В реальной жизни получается немножко по-другому. Да, Crystal Disk дает ровно то, что и обещается Samsung. Другие приложения показывают немножко по-другому. Можете поставить на паузу, рассмотреть немножко детальнее. Но я не заметил у этого диска какое-то подобие кэша. Пока информации про QLC-чипы довольно мало и непонятно, как это все работает в деталях. Но суть следующая. На мой ТБ диск при непрерывной записи было записано порядка 580 МБ. Только после них произошло очень сильное падение скорости работы. И эта же скорость работы не восстановилась при повторном проведении теста. Это говорит только о перегреве этого SSD-шника. Но никак не о том, что какой-то там кэш был забит. Но в чем смысл этих QLC-чипов, о которых я говорю, почему-то такая новинка классная. Попытаюсь сейчас объяснить теорию максимально просто и доходчиво. Надеюсь, вам будет понятно и вы поблагодарите за это в комментариях. Так вот, представим наш SSD-шник. Образный. Внутри него находятся образные чипы памяти. В образных чипах памяти у нас находятся образные ячейки памяти. Вот представим ее как какой-то круг. У этого круга может быть два разных заряда по напряжению. Один заряд говорит про бит нулевой, второй заряд говорит про бит единицу. Это я сейчас вам описал принцип SLC ячейки памяти. Single, единый ячейки памяти. Только один бит будет передавать информацию. Но есть MLC, например, это два бита хранения в одной ячейке. Соответственно, там получается четыре уровня заряда. Есть TLC менее надежный, люди до сих пор его хейтят. Но последнее поколение TLC-чипов получилось очень хорошим. Оно 3D NAND называется. И довольно надежным, при этом быстрым, дешевым, классным. Все как нам нужно. Так вот, TLC там сразу восемь уровней заряда. И при этом хранится три бита в одной ячейке памяти. QLC оттого и называется Q, Quad. Там четыре бита в одной ячейке. На 30% больше по сравнению с TLC. Соответственно, доступнее, соответственно, проще. Но при этом возникает вопрос надежности, о котором я уже раньше рассказывал. Именно в этом новинка вот этих вот чипов памяти. И пока что они есть только у Самсунга. И никто, кроме Самсунга, не анонсировал даже производство таких чипов. Возможно, Самсунг в один момент начнет свои вот эти чипы VNAND продавать другим производителям для других SSD-шников. А пока здесь контроллер Самсунг, чипы Самсунг, поэтому все это так работает. И Самсунги поэтому и славятся надежностью и скоростью работы одновременно. Все вот эти EVO, прошки, которые были раньше, теперь есть еще и QVO. В моем понимании, абсолютно идеальная модель для обычного домашнего, даже игрового ПК. Вот на терабайт покупаешь, забиваешь себе фильмами, чем угодно, и просто забываешь о том, что это SSD-шник. Просто это работает как жесткий диск в плане объема, но мгновенно и быстро. В домашней нагрузке ты не будешь переписывать 360 раз весь терабайт. В отличие от рабочей, для рабочих станций я бы все-таки советовал покупать 860 EVO, либо 860 PRO. Когда появятся цены, непонятно. Когда появятся в продаже, тоже пока что непонятно. Поэтому можете переходить к нам на сайт и посмотреть цены других SSD-шников Самсунг, EVO и Прошек, о которых я говорил. На EVO, кстати, цены очень вкусные. До встречи в следующих видео. Прожмите лайк, если было полезно. Пока!